Чё? Как же стать популярной? А как? Что же? Всем привет, ребята! Мне было скучно, и я решила обклеиться скотчем. Нет, не так становятся популярными в интернете. Хотя, кого я обманываю? Ну, во всяком случае, не всегда. Все хотят иметь крутой профиль и быть популярным в сети. И если ты тоже, ставь палец вверх под этим видео. Ну, а я дам тебе несколько ценных советов. Во-первых, определись с контентом. Чтобы стать популярным в сети, нужен контент. Подумай, что можешь создавать ты. Видео на YouTube, фэшн-фото в Instagram, бумеранги, фотографировать свою жопу. Ну, для тех, у кого ее нет, этот вариант не подойдет, поэтому придется придумать что-то оригинальное. Как называется, каждая работает, чем может. Мы будем завоевывать внимание хорошим и интересным контентом. Для вдохновения могу посоветовать вам несколько интересных профилей. Например, Кейси Найстадт на YouTube, Эдгар Артист, Брэндон Вольфель, Honey, I dress the pug. И я точно произнесла половину неправильно. Придумайте себе запоминающийся псевдоним. Только не допускайте расхожую ошибку называть себя первой вещью, которую вы видите перед собой. Гриша Апельсин. Макс Дуб. Почему не Береза? Лучше уж тогда использовать свое собственное имя. Что бы вы ни выбрали, скорее всего, вам понадобится камера. Влоги я снимаю на Canon G7X, некоторые фото и видео на Canon 70D. Ну и под конец вам может пригодиться портретный режим в айфоне. Благодаря ему у фото появляется глубина резкости и ваша фотография получается интереснее. Внимание привлекают красивые профили. Старайся, чтобы твой профиль в Instagram был скоординирован по цветам. Допустим, чтобы в трех фотографиях в ряд где-то на каждой фотографии присутствовал один и тот же цвет. Например, здесь у меня четыре разных фотографии с одинаковым оттенком воды. Если у тебя канал на YouTube, займись оформлением. Скачай трафарет для баннера. Раскидай все видео по плейлистам. Делай яркие картинки. Создай свою коллекцию одежды и аксессуаров. Вот все, что лежит вокруг меня и вот эта кепка, в которой я все видео, это новинки из моей коллекции. И вы можете найти по ссылке в описании. Хотя стоп. Для того, чтобы сделать свою собственную коллекцию, нужно сначала стать популярным. Логично. Логично, да, логично. Как бы ни хотелось быстрой популярности, нужно набраться терпения. Потому что если ты не любитель тусить на вписках или твой парень и Джастин Бивер, придется хорошенько поработать. Есть вариант рекламироваться в пабликах ВКонтакте, в Инстаграме. Но этот вариант бессмысленный и без гарантии. В первую очередь нужно думать о контенте. Потому что давайте будем откровенными. Даже если бы вы платили каждому вашему зрителю по 100 рублей, если ваш контент говно, смотреть его все равно никто не будет. Главный способ быть замеченным в интернете – это коллаборация. И это говорю вам не я. Так говорили Google еще в 2013 году на семинаре для блогеров. Ходите на блогерские мероприятия, знакомьтесь с блогерами, у которых такая же аудитория, как у вас. И делайте какой-то совместный контент. Неважно, на YouTube это или в Инстаграме. Участвуйте в мероприятиях брендов, сотрудничайте с брендами, участвуйте в конкурсах. И так вас тоже могут заметить. В конце концов, вы всегда можете пойти на вписку. Но это уже совсем другое видео. Следите за своей статистикой. Сколько у вас прибавилось подписчиков за последнее время? Какие фотографии больше лайкали? Потому что именно по статистике вы можете понять, что больше нравится вашим уже существующим подписчикам. Если вы отправляетесь в путешествие, не ленитесь, возьмите с собой камеру и поделайте там фотографии или поснимайте видео. На новом месте всегда появляется вдохновение и уж тем более новые красивые фоны. Я, например, недавно была в Atlantis, в Дубае. Наснимала там кучу красивых фотографий и видео. Прямо в отеле есть гигантский аквариум 11 метров в глубину, в котором плавают скаты, акулы и разные экзотические рыбы. Я первый раз в жизни погружалась с аквалангом именно в этот аквариум. Под водой сняла видео. И чувствовала себя как рыба в воде. Ха! Смешная шутка? Нет, на самом деле это было абсолютно незабываемое и одно из самых интересных впечатлений в моей жизни. Помимо этого в Atlantis еще было очень много вкусных ресторанов. Китайский ресторан Гордона Рэмзи, подводный ресторан. Мы плавали с дельфинами, нам показывали, как за ними ухаживают. Провели время с морскими львами. Спасибо! И вообще сам по себе отель просто огромный. Практически из любого номера открывается вид на ночной город, на сам Пальмовый остров. А с балкона нашего номера можно было увидеть аквариум. И мы все думали, как бы в него не упасть. Ну а вообще Atlantis это как отдельный мир, из которого не хотелось уезжать. Я увезла оттуда столько впечатлений и радостных моментов. Там правда было здорово. Я была в абсолютнейшем восторге от пребывания там. И в следующий раз, когда я там буду, надеюсь встретить там кого-то из вас. Спасибо за просмотр и я с вами прощаюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok